Вот эти маленькие амичи уже в пятницу впервые придут в школы и сядут за парты. В зале пока мало улыбок. Дети полны ожиданиями, а взрослые проблемами. Будущую первоклассницу Жасмин ведет за руку мама Гульнара. Бухгалтер по профессии. Она подсчитала, сколько стоит отправить ребенка учиться. Затраты, конечно, очень большие. На школьные принадлежности, на рюкзаки. Благодаря вот такой службе нас пригласили, оказали нам социальную помощь. И сказали, что подарят нам в школе школьные принадлежности. Это очень большая, конечно, материальная помощь. У нас магазинная семья, у нас четверо. Для нас это очень большая поддержка. Конечно, спасибо большое. Жасмин исполнила семья. Она вторая по старшинству среди детей в семье. Самая старшая, 16-летняя сестра, рассказала девочке об успехах в учебе. И теперь Жасмин точно знает, что хочет пойти в школу. Потому что там классно. Вот так выглядит стандартный набор первоклассника. Ручки, карандаши, тетради, линейка, краски, альбомы. Все это положат в яркий рюкзак и подарят детям. А сначала их увлекут анимацией и развеселят играми. Такие веселые утренники проходят в центрах социального обслуживания каждый год, накануне Дня знаний. Заботятся о многодетных и малоимущих, спонсоры и попечители. Среди них профессор Владимир Половинко. Всегда в любом государстве есть определенные расслабления. Есть люди, которые могут помочь тем, что другие не совсем в состоянии. Или они могут эти схудные средства направить на другое. Сделать, например, ремонт в квартире. А на эти средства кто-то там поможет им собрать ребенка. Это нормальное явление и везде в каждом государстве такое существует. Поэтому не надо этого стесняться и желания помочь. Значит, надо помогать и все. Весь август в социальных центрах города и области принимали подарки для будущих первоклашек. Всего получилось собрать 11 тысяч вещей, 23 тысячи канцелярских товаров. А мечи несут литературу, игрушки, сертификаты и даже компьютеры. Это бывают и организации, и физические лица. Есть люди, которые не хотят называть свои фамилии, просто дают денежные средства и говорят, приобретите, пожалуйста, канцтовары самостоятельно и вручите им деткам. Благотворительную помощь уже получили полторы тысячи амичей. Евгений Нифанов, Максим Мартынов, Антенна 7.